Всех витаю, дорогие мои друзья. Сейчас еду встречать сестру Галю. Жду Настю и Еву сейчас подойдут и будем бежать. Она опаздывает почти на 5 часов. Я так волнуюсь, знаете, как будто бы я её давно-давно не видела. Сейчас вот поедем. Видите, смотрят здесь. Ну что она с собой разговаривает в телефоне? Ещё и мотоцикл. Такое ощущение, что я давно-давно Галю не видела. И так хочется её скорее увидеть. Но автобус опаздывает на 5 часов. Она вчера выехала со Львова. Выехала. А сегодня должна была прибыть в 8.20 утра. А вчера во Львове 3.15.30. Должна была выехать. Но автобус пришёл уже на автовокзал во Львов, опоздав на полтора часа. Сейчас позвонила, что подъезжает. Так что мы сейчас будем уже бежать, встречать с Галю. Хорошо, что у неё хоть интернет появился. А то я бы полдня сегодня сидела и ждала на автовокзале. Хотели все вместе пойти встретить с детьми. А сейчас уже обед. Вероничка спать ложится. И бабушку Таню оставляем уже с Вероничкой. О, вышли с метро. Бежим. Бежим, бежим. Хорошо, что нам недалеко здесь ехать, так как мы в центре живём. Нам недалеко. Вот автовокзал вот туда. Дальше. Настя с Евой впереди бегут. Если что, первые встретят. А нет, светофор задержал их. Так, вот сама автостанция. Такая вот маленькая, стеклянненькая. Мы даже не знаем номер автобуса, знаем, что с Калуша. Где, интересно, автобус приедет или уже приехал. Ну что? Ого, так быстро, что не успеваешь прочитать. Вы хотите первые встретить, да? Да. Ну, слава богу, ещё вроде не пришёл автобус. Мама, здесь можно не лазивать. Даже этого не уходим. Не пришёл? А вот зелёный, да, какой-то пришёл? Сейчас будем за каждым автобусом бегать. Нет, я не знаю, какой зелёный, жёлтый. Что-то вообще не наш. Какой? Наш? Калуш, не калуш. Так, я тогда вот здесь присяду, буду ждать вас. Не здесь. Да? Да. Старбакс кофе. Та уже некогда, она уже подъезжает некогда пить нам кофе. С утра я уже с девочками успела в кафе сходить и игру. Там детская комната у нас есть. В детской комнате девочки поиграли. Прага. 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 Не, это не то. Посижу. Не болит, самое главное. Не болит, самое главное. А сегодня уже вот быстро-быстро шла, но не болит. Ну, знаете, как-то оно так вот, как вам сказать даже, не то что оно не болит, но немножко всё-таки даёт о себе знать. Не болит. Не болит. Спасибо большое моему врачу. Ну, кстати, я скажу попозже, скажу фамилию, имя врача, к которому я ходила, потому что я смотрю, что он мне помог, поэтому может и кому-то в Киеве тоже пригодится. Это не реклама, это просто помощь. Особенно по лестницам, когда идёшь, оно не болит. Ну, как-то вот ещё пока что не сгинается так, как нужно сгинаться в ноге. Поэтому я думаю, что ещё пару недель, и нога будет как и раньше. Хотя я на это не надеялась уже. Говорит, вот такой автобус приехал, но высадили с другой стороны, возле метро. Почему-то их высадили возле метро почему-то, не сюда, не довезли. Не знаю, что такое. Здесь мы ждём, где теперь непонятно. Бежим обратно, значит, бежим в другую сторону. Несколько выходов и там, и там, и там. Где из них закрыто, и непонятно. Не знаю. Ой! А я не вижу. Где? Его счастье, если он уехал. Чтоб ты ему сделала. Я бы ему счастье выставила. Пошли, пошли зеленые. Да, опоздание в 6 часов. Да-да-да. Сейчас. Красный горит, подожди. Не спешим уже, раз уже выгрузили. Ага, вижу, вижу, да ее. На рифте. Да. Да-да-да. Сейчас, сейчас, сейчас. Она уже... Все, пошли, пошли. Пошли. Вон она. Вот она. А я... Да-да-да, вот она, вот она. А я иду на вокзал. Привет! Здравствуйте. С приездом. А мы, Берселяш, сколько тебя ждали? Еще и не там высадили тебя одну. Давай, Галь, свои сумки. Дай мне свой рюкзак, давай. Ага, рюкзак сейчас. Давай я возьму. Я возьму сама. Да, ну давай. Да, с твоей ногой. А у тебя нога нет, да? Я себе, я сама. Я сама. Дай сюда. Возьми сумку у Насти. Не надо? Не, Насти, поясни. Дай мне сумку. Все, успокойся. Он тяжелый рюкзак у тебя. Все, пришли домой. Уже началась сегодня жара. Да, Галя, ты бы отдохнула потом уже за подарки свои. Спасибо, моя дорогая. Спасибо. А это тебе, моя красавица. Что надо сказать? Спасибо. Да. Ты как раз сегодня хотел, у тебя закончилось. Помнишь? Снимать стресс. Будем срывать двоих. Это виски. Виски годится. Виски поддески. Мне лучше там надевать. Мы тоже хотим. Потому что... Пока подождите вечер. О-о-о. Сонные. Веронички. Веронички. Да, это веронички. Настя пиццу приготовила до двух часов ночи. Пекла. Мы же думали, что ты рано утром приедешь. Я тирамису долго делала. А, тирамису, да, сейчас покажу тирамису. А это борщ. Я уже присоступила. Да, сваха Таня приготовила. Бутербродики вот. Сейчас еще доделывает Настя здесь. Бутербродики, бутербродики. Мы же не знали, когда пить. А то, что Галюня сильно задержалась, и мы бы же не выдержали борщ съесть. Ничего. Он сделала Настя. Молодцы. Торт какой. Торт точно. Да. Так, надо открывать. Давайте с приездом. Нужно. Сало не давали, да, Галя, в этот раз провести? Я провезла каким-то чудом. Там так. Сейчас уже нельзя, да? Дрова, да. Вот так все. Семь летом с нами. Двое с детьми, с женами всех оставили. Ну, тебя, правда, жены... Хотя у них документы, наверное, были, раз они... У них документы, они же показывали там. Ну, что-то там не... Не пустили, да? Что-то я не видел. Достаточно что-то было. Их так. Получается, у вас полупустой автобус ехал, да? Ну, сейчас... Ну, все вышли в Братиславе. А, Братиславе, да. Какой-то крюк такой делал ваш автобус. Это вообще... Экскурсия у вас прям... Экскурсия. И Братислава, и Бурной, и все же хочет. Надо искать хороших перевозчиков. Не то, что... Нет. Все хорошие перевозчики. Надо просто искать такие, которые по Парьму едут. Потому что есть очень много разных... Мы когда ехали, везде, которые проезжали. Мы же уже во Львове. Он опоздал на 2 часа. Муж говорит, он проехал с опозданием на 3 часа. Да еще и тут таможню мы проходили. А плюс еще... Он, видимо, тоже... Там написано было... Откуда? С Калуша до Львова было написано. Калуша. Калуша до Праги было написано. А он, оказывается, из Киева ехал. А, из Киева даже. А на границе-то много было автобусов? Ну, автобусов-то мало, а фуры же, схоже, натром было много. А, а... Не, фуры же отдельно посылали. Отдельно, но я имею в виду много. А автобусов? Автобус не очень, да? А когда я ехала, вообще было 5-6 автобусов. Ну, так потому что проверяли вас быстро-быстро. А у нас тщательно, потому что мы одни единственные. И сколько вас задержали на таможне? Сколько это проходило? Я не знаю, но мы, в общем, в 4-15 только выехали в Словению. Ну, перешли в границу. Я понимаю. Мы только перешли в границу. А приехали? А приехали мы туда. Приехали, возможно, мы аж не в 11. Нет, не в 11. Ну, мы тоже 5 часов границу проходили. 5 часов, наверное. А мы 5 часов проходили. Да, считал, что 6 часов мы проходили. Все, приятного аппетита, не будем тебе мешать кофе. Галя немножко отдохнула, и мы решили погулять, показать Прагу, так как мало очень времени, поэтому мы с Галей идем гулять, но решили вначале попить кофе. Мы зашли в любые мои кафе. Здесь обычно мы любим на Урске сидеть, но сегодня нет места вечером. Они так любят, когда мы гуляем, когда будем кафе. Они так любят, когда будем кафе. Они так любят, когда будем кафе. Все, пошли, пошли, застеснялась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Не знаю, для чего это. Огромно. Крам остался огромный. Дом я вам не могу не показать. Смотрите, сколько здесь лепнины. Здесь стоят такие охранники, ангелочки. Сколько их? Четыре ангелочка. Все разные. Дом окрашен в зелёный цвет. Спокойный зелёный. Смотрите, какой дом не посмотри. Такое лицо человека. Не видно в тени. Ной бар. Здесь чешское пиво очень популярное. И люди с утра уже идут. Да, направо, направо. Направо. И мы уже выходим на набережную. А вот мы вышли и на набережную. Галя рассматривает уточки. Здесь можно арендовать вот такие вот катера. Такие интересные катера, как машины. Плавающая машина. Коричневая такая. А дальше мост. А следующий уже Карлов мост. А вот башни замка Вита видны. Кря-кря-кря. Рассматривает уточек. Вероничка. Га-га-га кричит. Га-га-га. Очень жалко, что Галя приехала на короткое время. Потому что мы должны ещё успеть в Германию съездить. Поэтому много чего не увидят. Но я надеюсь, что Галя ещё к нам приедет. И мы тогда уже хорошенько рассмотрим Прагу. Честно говоря, уже сколько здесь мы месяцев. Я сама её не могу рассмотреть до конца. Потому что здесь очень много достопримечательностей. И самые важные. Некоторые из них мы с вами посмотрели. Но ещё больше достопримечательностей мы не увидели. В Чехии очень быстро начинают ремонт делать. Вот буквально несколько дней назад приходили. Здесь ничего не ремонтировалось. Сейчас уже строители ремонтируют. И они ремонтируют очень быстро. Здесь вот по тенью деревьев. Прохладненько. Хотя сегодня и жарко. Начинается жара. Два дня нам природа дала отдохнуть. Дождик был. Ливень ночью. А сейчас уже опять начинает нагревать. Но всё равно, мне кажется, такая комфортная погода. В основном в Чехии. Пахнет розами. Лепестками роз. Мы кораблик хотим посмотреть. А хотите кораблик посмотреть? Я не настоялся. Я хочу показать кораблик. Ясно. Лева решила мне показать кораблик. Да. Гид, гид. Липа цветёт. Пахнет. И липа пахнет. А это здесь только пиво, наверное, пьют. Хотелось бы кофе, конечно, попить. Но здесь, по-моему, только пиво. Ну да. Такое красивое место. Выбрали для питья пиво. Для собачек бумажки, смотрите. Кулёчек бумажный для собачек. Нарисованы собачки. Вон, я вижу зелёную пашню. Это тоже самое, только макетка. Я нашла, что это стоит. Вон, зелёная пашня. И там вот это. Замок Вита? Да. Замок Вита. Да. Макет, замок Вита. Пражский град. Правильно. Ты уже по-чешски умеешь читать? Помнишь, мы вот так зашли, отсюда вышли, и вы здесь по набережной прошлися и пошли. Да, ну всё, пошли. Да, ну всё, пошли. Да, наверное. Покажу вам. Вот катера с утра уже берут. Катера и лодки и плывут. Вот замок Вита ещё раз кусочек вам покажу. Мы приходим на детскую площадку. Здесь такая тишина и тень. Смотрите, какая густая. Уточки плавают. С детками люди приходят, играются на площадке. Пороги, смотрите, какие. Ещё один мост. А вот детская площадка. Галя с Евой и с Вероникой. Пошли. Пошли в пекарню. Ева, какой ты хочешь? Покажи. Хорошо. По 68, по 95. Такие красивые-красивые. Круассаны такие вообще обалденные. И здесь всё натурально. И смородина внутри натуральная. Ягода натуральная. Выбирайте. Сейчас я вам покажу. Видите, тут сразу же тут же и пекут. Тут же и булочки. И вот видите, даже делают бутерброды такие. Можно поесть. Всякие разные булочки. Запах стоит, запах круассанами. Пахнет. А я натуральная смородина здесь. А вы себе тоже возьмёте? А я тоже, наверное, смородину возьму. А может попробовать вот такой ещё шоколадный? Да, да, да. Вот ещё один. Два. Смородина. Вот так. Нет, я хочу вот этого. Это вы кому взяли? Да? Вероники. А, всё. Тогда я себе вот такой возьму. А вот это что-то не... Вот это не знаю с чем это. Вот такие ёжички. Ой, какая красота, да? Продавщица мне перевела. Смородина будет ребис. Черный ребис называется. Чёрная смородина. С яйцом, с сыром, с зеленью, с колбасой. С ветчиной, наверное. С маком. Такая пекарная. Хлебушек такой. Такие зёрнышки мелкие, смотрите. Интересно. Хлебушек стоит 118 крон. Здесь, оказывается, снизу крем. Крем, да? Сверху натуральную смородину, а снизу крем, а это слою внуки. А вот скажи, что это вот как прям ешь, как будто натуральную смородину, да? Здесь крем. С этим с добавкой на смородину сколько лет? А точно, Ева заметила, флаг Украины, говорит. Настя. Настя. Вероника. Смородина. Единственное, что здесь плохо, что нет столиков. Это какой? Наш. Она вся одинаковая. Да ладно? Нет, я попросила на одном. А, на ристрето там один, да, да, да. Решили по тенью здесь прогуляться. Ой, да. До тенька не доходим. Давай ручку, давай. О, о, о. О, о, бабулька, бабулька. С палочкой. Дай ручку, дай. Одну ручку давай. Нет. Давай вот так одну ручку. О. Вот, а здесь уже тенек. Давай к теньку придем. И здесь памятник. Идем, посмотрим, что за обувь тут висит. Кроссовки какие-то висят. Да? Кроссовки висят здесь, да? Ага. И смешной. А, это, наверное... Обувь под трамвай кто попал, что ли? Я чуть не могу понять. Даже время, видите, указано, какого числа. Кто погиб, да? Вероника, не затрогай. Насколько тут обуви. Все такие еще. 2018. 2018. 2018. 05. Все в один... Ага, это 27-го, 11-го. 15-го, 5-го, 18-го. Мистика. Не понимаешь язык, конечно, это непонятно, что это. Может, кто-то переведет по-чешски. Надо загрузить себе программу, которая переводит. Пошли, пошли. Вероника, вон еще кроссовки тоже висят с той стороны, тоже много висит. А там, наверное, есть табличка. Солнце жарко. Вы уже уходите? Все, пока-пока. Пока, скажи. Хорошего вам тоже дня. Пока. Аня, скажи, пока-пока. Помаши ручкой, Аня. Пока. 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 Идем мы туда, до Евы пойдем. Пошли. До Евы. Идем до Евы пойдем. А, лип пахнет. Тут цветет липа. Странница. Идем по тенечку. Идем. Мам, я хотела. Вообще-то. Ты просто в ту сторону. Вот так. Молодцы. Вот так. Дай тебе со мной. Давай, давай. сейчас она вся мокрая будет она уже согласна там купаться она тебя просила мне мне чтобы только поплюхаться а это метро прохладненькая водичка холодная водичка вероника сейчас я мокрая будет почему-то кроссовок много ботинок а это значит я правильно поняла это а почему то вот 5 18 вот здесь вот много вот здесь трамвай да кого-то трамвай кому-то трамвай кого-то автобус сбил обувь да кошмар обычно когда сбивает ну чтобы знать и вешать чтобы летают ну да раз покажу троллейбус страшно люди смотрят все равно потом дорогу перебегает как хотят ну и как хорошо тебе прохладно тебе вся мокрая а свежие у нас ага крыша вон смотрите какая с галей пришли коштуватой пробовать блюдо чешское блюдо два блюда причем да в право колено или рулька называется вот да я уже пробовала вот да посмотрите огромная какая рулька вкусно галя галя попробуй ну да мне понравилось так хорошо приготовлено мягкое такое нежное очень вкусно и ребрышко да и ребрышки и ребрышки это тоже национальное чешское блюдо здесь в Праге если вы будете обязательно попробуйте эти ребрышки и рульку или здесь чек еще называют в право колено ну мы к нему взяли картошечки но мы все конечно не следим да но попробовали потому что это невозможно такой портить есть большая портить очень вкусно конечно огурчики я вам покажу еще покажу как мизинчики и здесь еще был салатик видите да здесь вот здесь вот хрен хрен здесь хрен натертый а тут горчица 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 такая ну вот такая остренькая да и тут берите они такие улитки а тут еще перчик острый перчик самое вкусное здесь вот такой соус он из сливы или еще ты не поняла галя с чего это этот соус ты не поняла нет какой-то он вкусный его чирка там ингредиенты там не только одна слива там 6 6 6 на ребрышки я вам покажу смотрите мягкие вот так вот разломать они даже без ножа могут разламываться очень мягенькие здесь соус видимо сок от этих рубашек и добавлены всякие добавки например слава и там всякие приправы и получился такой вот соус он такой сладковатый кислый да сладковатый ну очень вкусно вот я вам даю уже наводку ресторан я не знаю как назвать ну у нас бы назывался реберни а здесь я не знаю как называется этот ресторан такой мы шли сгали завтра готовимся к поездке шли мимо и зашли пообедать а еще сумея золотые пиво пиво старый браман светлое не фильтром ой фильтром 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 как тебе чешское пиво за которым все едут сюда в чехии пиво изумительное пиво да ну мы еще но у нас оболонь не куша но у нас не куша каждая лягушка свое болото хвалит наяке болото у нас все к наикраще это точно да вот у нас это